5 отличных комбинаций цвета для темнокожих. Сегодня у меня в гостях Исон из Skyjumper. Исон, спасибо, что пришел. Что ж, начнем. Цветовая комбинация номер один. Что у нас есть? Антонио, это синий и белый. Это комбинация, как я посмотрю на тебя прямо сейчас. Да, спасибо. Тебе не кажется, что это очень такая формальная комбинация. По мне так нет, комбинация морская выглядит достойно. И ее можно носить в различных вариациях. Понаряднее или попроще, более повседневно, но при этом также используя синий и белый. Мне кажется, что при желании ты сможешь добавить сюда красный платок. Ну или в целом небольшой цветовой акцент. Но мне нравится вариация синего и как они сочетаются с белым. Это очень просто. Просто и чисто. То, что надо. Вы не можете видеть его обувь, поэтому я скажу, что это белые кеды. Давай поговорим о том, как носить пиджак с кроссовками. Это очень интересная комбинация. Так получается, очень кэжуал образ. Он позволяет тебе не чувствовать, что ты выглядишь слишком официально. Когда ты идешь на обеденный перерыв или поужинать, это выглядит очень кэжуал. Так что это отличная комбинация. Что насчет бабочки, расскажи больше о ней. Я ношу бабочки 4-5 раз в неделю. Антонио, потому что это очень классный аксессуар. Люди постоянно задают мне вопросы, и это отличный повод для беседы. Также это отличный способ поставить точку в наряде. Комбинация номер 2. Исан, что у нас? Антонио, это комбинация из оттенков зеленого. Зеленый, это отличный выбор. Так как темный цвет из-за меланина в коже. Знаешь, я всегда думаю о природном сочетании цветов. Все эти листья, они зеленые. И у нас есть стволы деревьев, которые коричневые. Поэтому ты по-любому будешь выглядеть круто в оттенках зеленого. Мне это напомнило о моем зеленом пиджаке. Как вы уже знаете, зеленый – это мой любимый цвет для спортпиджака, как и коричневый. Поэтому я полностью согласен, что зеленый и его оттенки – это отличный цвет, который можно добавить в свой гардероб. Особенно, если у вас более темная кожа. На меня это тоже распространяется. У меня средняя комплекция, смуглая кожа и темные волосы. Знаешь, нефритовые отлично сочетаются с белым. Ну и, конечно, оливковые тона. Они будут выглядеть шикарно на темной коже. А что насчет светлых оттенков зеленого? Светлые оттенки могут выглядеть хорошо, смотря как много их на тебе. Скажем, если это один предмет твоего наряда, тогда ты можешь его надеть, при этом не привлекая слишком много внимания к образу. Если вы можете, скажем, найти себе зеленую пару обуви, то я думаю, это будет круто. Можно использовать как акцент. Вспышка зеленого на ногах будет очень выигрышной. Когда кто-то будет смотреть на вас, они будут смотреть снизу вверх. Поэтому, если у вас есть зеленая обувь, это очень круто. Поэтому это отличный способ начать добавлять зеленых красок в свой гардероб. Исон, следующая комбинация цвета, я никогда сам не пробовал такую, но я видел, ты часто это делаешь. Это коралловый и оттенки синего. Расскажи об этом. Мне нравятся коралловые и оттенки синего, Антонио. Потому что это напоминает мне о тропиках, о пляже и об океане. Поэтому, используя эту комбинацию, ты сразу чувствуешь себя свежо и обновленным. Мне нравится эта комбинация, но по мне она очень кэжуал. В каких ситуациях ты можешь надеть такие цвета? Такие цвета можно надеть на мероприятия, веселый ужин с друзьями, вечеринку, где вы будете пить коктейли и веселиться. Эта комбинация будет очень выигрышно смотреться. Ее можно сделать более нарядной или попроще. Если вы днем ходили в Оксфортах или Брогах, то можно легко надеть белые кроссовки. Они сразу сделают ваш образ легче и проще. И если вы ходите с бабочкой или галстуком, то можете запросто снять их. Надеть белую рубашку, коралловый блейзер, синие брюки и белые кроссовки. Думаешь, эта комбинация больше подходит для летнего периода? Конечно, это летнее время. Лето и весна. Вокруг полно цветов, они яркие, красивые. И вы своим нарядом будете напоминать людям, что на улице весна или лето. Следующая цветовая комбинация – это желтый, белый и синий. И со мной расскажи больше об этом. Я вырос в Южной Каролине. Там обычно солнечно, а летом прям очень много солнца. И когда это все в таком обилии, задумывался о комбинации белого, синего и желтого. Когда небо чистое, и местами всплывают эти цвета, все это напоминает весну. Как лучше всего подбирать гардероб, чтобы это было наряднее или попроще? Если вы хотите упростить образ, то я бы использовал белую рубашку с желтой бабочкой или галстуком и синие брюки. Или, может, я бы сделал комбинацию, которая включает в себя все. Скажем, у вас синий костюм, белая рубашка и бабочка, в которой есть оттенки синего и белого. Как бы комбинация всего этого, плюс вспышка цвета, скажем, карманного платка, ярко-желтая. Это выделит вас в толпе, и люди точно вас запомнят. Следующая комбинация цветов – черный и белый. Что по мне, так это очень формально выглядит. И на фоне такой комбинации практически все комплекции тускнеют, кроме темной кожи. Расскажи об этом, Исон. Все совсем не так, Антонио. Спасибо, конечно, но вот что я могу сказать по собственному опыту. Будучи темнокожим, комбинация белого с черным делает тебя очень сглаженным. Ты будешь выглядеть как плохой парень. Не важно, будь то формально или casual. Лично я ношу черно-белый формат с белой рубашкой и белыми кроссовками. Может, с джинсами или черными брюками. И лучше убедиться в том, что ваши черные джинсы слегка подкатаны. Особенно, если вы надеваете кроссовки. Да, такая комбинация с кроссовками очень хорошо будет выглядеть. Речь не о том, чтобы быть суперформальным. Это больше о чувстве уверенности и комфорта. Нося черный и белый в своем наряде, вы будете чувствовать себя комфортно и выглядеть элегантно. Господа, если вы темной комплекцией, хорошие новости. Черный с белым это отличная комбинация для вас. Формальная или более casual.